Ты что? Ты когда-нибудь пользовалась призинками? Да ты посмотри. Ой, блин, я всегда такое мечтала. Там порошок. А вы когда-нибудь залазили в унитаз языком? А теперь мы попробуем самую кислую конфету в мире. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свэй, и у нас в гостях долгожданная скромняшка Крис. Всем привет. И сегодня у нас будет совместное видео, мы пробуем необычные сладюшки для вас. И ссылочку на видео Кристины я оставлю под видео, там, где она пробует тоже необычные сладюшки, вместе со мной, естественно. Очень много трэша, один трэш. На зубах у Селены. На зубах у Селены. Да, и, в общем, там мы пробуем сладости из Галамарта необычные, которые мы не пробовали, которые можно достать, в принципе, где угодно, не только в Галамарт. А у меня мы пробуем сладости, которые мы купили, выходя из магазина. Там были какие-то необычные сладости, примерно их продают на любых островках, знаете, в торговых центрах. Я думаю, вы это все сможете найти. В общем, все, что я еще не пробовала, я пригласила Кристинку, так как она мне сладко ешь, как пухляшка любит все это поить. Сама ты пухляшка. Вот этого я ждала. Значит, смотрите. Ну, конечно, не пухляшка, у нас один размер одежды. Да мы просто вышли из Галамарта и увидели конфеты еще. Я уже сказала. Кристина, я два раза не повторяю, два раза не повторяю. Значит, первое, что мы начнем, это с напитков. Смотрите, два вот таких напитка интересных. Первый это лед плюс цитрус, говорят, что от него остается холодок, и кола-кофе, и в ней есть кофе. Как раз утро, и мы взбодримся и охладимся. Надо было сразу. Сейчас мы попробуем, я взяла две кружечки, мы в одну и вторую нальем, и будем, короче, миксовать и запивать наши вкусняшки, потому что вкусняшков очень много. Вкусняшков. Вкусняшков. А как правильно? Вкусняшек. Вкусняшек? Так, у меня вроде... Я помыла стаканы, возможно, они выглядят не очень чистыми. Это не потому, что они грязные, а просто время их подпустило. Давай, ты пробуй, сразу говори отзыв. Пахнет, как кофе. Да? Хороший кофе, даже глиссе. Ну да, кофе с колой. А это вообще белое. Давай. Прикольный вкус. Кофе с колой, да, необычно. Тоником пахнет. Швейпс, типа. Швейпс, типа, это как грубая какая-то, нет? Вообще грубенья. Да, я шучу, нежное создание. Холодка не почувствовала. Свежий запах. Просто как швейпс. Лимончик немножко. Есть там? Ну, цитрус. Легкий очень кофе, ненавязчивый. Какой-то вкус фанты. Если закрыть глаза, мне кажется, вот фанты... А швейпс-то пробу? Спрайт, как спрайт. Спрайт. Классический такой вот. Ну, здесь легкий кофе, кола с легким кофе. В принципе, вкусно. В общем, этим мы будем запивать. И поехали дальше. Давайте начнем с унитаза. Короче, мы нашли вот такую сладюшку. Здесь две конфетки, очень прикольные. И унитаз. А в унитазе тоже что-то. И вроде бы кислое. У меня уже прям слюни появляются. Ты когда представляешь кислая, тебе не появляются слюни? У меня не появляются, но я представляю сразу, что на этом месте могут заболеть зубы. То есть у тебя зубы болят? Ну, пока нет. Ну, мысленно. Психологически не болят. Смотрите, вот здесь две конфетки. Они, в принципе, одинаковые, да? Одинаковые. Одна тебе, держи. Презент. Они в виде... В виде как? Квотча. Которым пробивать унитаз. Я груша, по-моему. Квотч. Квотч. Первый раз. Квотч. Квотч, да. Открываем унитаз. Там порошок. Слушай, это конфеты туда обмакать, походу. У меня, блин, слюни просто вообще. Открываем наш унитаз. Кристина, прячешься, ты что думаешь, что-то взорвется? Порошок. В унитазе порошок. И он кислый, по-моему. Понюхаем. Пахнет, кстати, вкусно уже отсюда. Ммм. Вы нюхали когда-нибудь унитаз? Ты в первый раз нюхаешь унитаз? Пахнет, как соль, который растворять мы будем, это сок. Концентрат или как порошок. Знаете, что я сейчас хочу сделать? Он шипеть должен. Вообще, как только я купила этот унитаз, я хотела попробовать языком туда залезть. А вы когда-нибудь залазили в унитаз языком? Да, он шипеть должен, да? Хочешь попробовать? Ничего не шипеть, просто... По-моему, она говорила, что он шипит. Кисленькая конфетка, причем... Мы это одну будем открывать или не какая? Всесадка, да, всесадка, да? Почему не будем? Давай откроем. Все, откроем, потом запечатаем. Короче, делается это так. Открываем конфетку, очень красивая она, как кристаллик, смотри. Класс, да? Красивая. Облизываем. Потом захерачиваем сюда. Вот так, например. Она набрала. Конфета сама вкусная, вот это... Леденец. Виноград. Да. Вкус и запах винограда. Не шипит во рту? Нет. Слушай, а тут еще бачок есть. Он не открывается? Написано ворли. Она, по-моему, говорила, что-то шипеть должно. Он ничего не шипит. Нет, шипит это другая, самая кислая конфета на свете. Вообще прикольно придумано. Я ожидала чего-то очень неприятного. Мне нравится. Бачок не открывается. Прикольно. В общем, есть конфетку с унитаза. Очень вкусно. Попробуйте. Сквотча. Сквотч. А ты когда-нибудь с унитаза ела? Постоянно. Я только там импитаюсь. Поэтому. Я тебя не удивила, да? Вообще. Ладно. Короче, такой унитазик, такие конфетки. В принципе, очень вкусно. И можно даже подарить кому-нибудь, когда в гости идете на подарочек. Необычно, да? Сидите, с унитаза жрете. Следующая. Я взяла вот такую необычную игрушку. Вообще, это я как бы для Денчки взяла. Тут конфетки. И еще эта штучка взлетает. Я думаю, что Денке очень понравится. Смотрите. Не помню, сколько стоит. На самом деле, все не очень дорого в пределах. Там 100 рублей, 250. Вот такое. Давайте сначала игрушку посмотрим. Потом сладюшку. Одели. Типа, да? И она сразу прям при нас. Я думала, знаете, стреляет, а она прям при нас. И улетает. Метра на два. А ну-ка, давай. Подожди, надо накрутить наверх. Ну куда ты? Подождите, ты лежи пока. Ага. Нужно покрутить, я думаю. Вот такая конфета. Вау! Да хватит уже. Я поняла. Все поняли, что... Блин, она так клево летает. Я думаю, Дэнки так понравится. Очень плавно, как этот думеранг. Да. Ну все, давайте посмотрим конфетки. Теперь конфетки с другой стороны находятся. Эти конфетки я вряд ли дам Дэнки. Потому что он у меня конфетки вообще еще, в принципе, не ест. Я ему не даю. Не балую его пока этим делом. Потому что полезного во всем этом мало. Ого! А что высыпалось? Это леденец. Да это фигня какая-то высыпалась. Смотри. Блин, ну было бы прикольно Дэнки дать. Слушай, ну по большому счету, это игрушка, да? Леденец это уже так. Ну да, да. Я из-за игрушки взяла. Немножко кривоватый леденец. Я думаю, просто понюхать не обязательно... Не обязательно... Я думаю, что он даже по запаху очень похож на... Ну я попробую. Ну ты попробуешь. Раз она одна. Ну это придется маме скушать. А Дэнки достанется только игрушка. По-моему, очень крутая. Смотрите. Презерватив. Нет, это не презервативы. Это... Верхмаганка. Смотрите. Давай, я такая, смотрите, я такая... Это что? О, резервативы? Давай, давай. Я не буду злоу прийти. Ну ладно. Смотрите. Подожди, еще раз. Тренируем актерское мастерство у Кристины. Сейчас, подожди. Она же ходила на курсы. Проверим сейчас. Смотрите. Что это ты купила? Это резко, резко. Надо больше. Больше. И экспрессивности больше. Давай. Подожди, уже, подожди. Смотрите. Смотрите. Это ты... Да что ты купила такого? Пре... 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 Прешарик? Актериста. Тебе лет пять еще заниматься. Короче, девчонки. Это как бы... Я взяла, купила призинку. Презинку. Это призинка. Ты пробовала призинку? Нет. Что, ты никогда не пробовала призинки? Ну нет. Ты что, без призинки, что ли, живешь? Ну... Да. Кристина, ты... Ты когда-нибудь пробовала призинку или нет? Да нет. Я ее первый раз сейчас буду пробовать. Я видела только по телевизору в рекламе. Девочки, напишите, а вы когда-нибудь пользовались призинками? Ими не пользоваться. Это вот. Ну как, он сейчас тоже... Мы сейчас будем использовать. Кстати, слышишь, написано... Родился сам, помоги другому. Жевательная резинка. Вот, видите? Дрожированная. Не дрожи, а дрожи. Дрожированная от слова дрожит. Короче, вот такая вот конфета в... Какой ты знаешь? Мне кажется, это не конфета. Ну, давай проверим сейчас. В форме резинки. Это и есть резинка. Вау, смотрите. Та-ра-ра-ра-ра. О, слушай, оно в коробочке. А, нет, это просто оно красиво разложено. Заживательное должно быть. Я думаю, да. О, целый пакет глубокий. Давай. Как патроны. Ну, попробуем, что резинка нам приготовила. Вообще, вы знаете, что это за фирма же? Ты знаешь, что за фирма резинок? Резинок. Знать, на самом деле. Резинка, ты когда-нибудь пользовалась призинками? Да, ты посмотришь. Ты спрашивала. А что, жвачки? Они с необычным вкусом. Да все с обычным. Я хочу тебе сказать, что деньги взяли просто за вот это оформление, за эту коробочку. Жвачки, вот, есть, раньше были шариками такие, но они были намного сочнее. А эти суховатые. Ну, они суховатые, но сочные. Ну, они буквально пару минут их пожевать и выкинули. Мне понравилась, на самом деле, упаковка. Это же контексы. Я думаю, что ты не одна такая. Это же контексы. Эдмола, либридерм или как там. Что? А еще что? Таких призинок не бывает. Либридерм. Ты путаешь с косметикой. Лебро. Блин. Что ты путаешь, мать? Вот что значит без мужчин, да? Даже не знают, как призинки называть. Так. Вот уже все. Типи. Ну, плем. Только не на ковер детский. Сколько? Вот она, рублей 200, по-моему, стоит эта коробочка. Нет, не 200. 200, она сказала. 90, где это? Подожди, у меня не подчеркнут. Напитки по 60 рублей. Вертолет 199. Резинка 120 рублей стоит. Вот аппетит. Но все равно. Ну, да. А теперь мы попробуем самую кислую конфету в мире. Я не пробовала еще. А ты? Токсик. В желтой палочке. Я свои зубы, на самом деле, берегла именно к этой конфете. Потому что мы тоже вот все, что пробовали, там в любом случае есть кислота, да? Но я старалась вот, чтобы не касалось зубок. Потому что я приблизительно знала, что вот это приблизительно. Приблизительно. Вместе же покупали. Вместе, да, покупали. Это что-то... Боже, она в каком-то еще там пакете, как, знаете... Так что тебе тоже повезет. Повезет. Короче, она вот в таких вот маленьких... Токсик Вести. Подожди, она как леденец, ебперный. А там, наверное, внутри. Помнишь, раньше шипучки такие были? Смотрю, она разного, кстати. Ну, желтая. Желтые, синие. Зеленые. Эпл. Яблоко. Блю. Розбери. Она кажется разными вкусами. Лимон. Красная есть еще. Розбери. Это что у нас так в переводе? Это типа ежевики будет что-то, потому что это был. Розбери. Сейчас, я не помню. Я думаю, что по большому счету... Это... Можно я уже открою? Да. Короче, я черри. А ты что открою? Короче, это самое... Ладно, еще съел, проглотил. Взял и проглотил. А здесь надо еще долго ее... Отсмахтывать. У меня красная. У Кристины синяя. Зачем такие конфеты делать? Это жесть, девочки. Ничего по-русски. Просто сразу. Без предупреждения. Она просто кислая, как лимонная кислота. Скорее всего. Просто лимонная кислота? Тут вот мальчик нарисовал. Вы можете такое даже не покупать, вы можете просто чисто взять, лимонной кислоты в рот напихать. Вот Селену здесь нарисовали, какой она сейчас была. Вот смотрите. Видите? Похоже. Ой, очень кислая. Мне кажется, это можно... Крис, ты халтуришь. Подожди. Тут вот написана инструкция какая-то. 60 секунд 45. Что это значит? Типа ты крутой будешь. Cry baby. Плачешь ты 30 секунд. Давай 15 секунд хотя бы. Ты что, тебе не хочешь сокривиться? Я просто боюсь за желудок. Ты нормально? А, ну наш лимон херачит целый медик. Нет, просто... Ну-ка выплюни. Вот слушайте. Кашляет мне еще тут. Подавится, я боюсь, блин. Жесть, да? Это через чуму. Даже 15 секунд она не попробовала. Чумой, пока. Сейчас прошло. Минута. Ты что? 15 секунд не прошло. Короче, конфетка жесть на самом деле. Я не знаю, но чисто она будет стоять, я буду угощать. Вот кто захочет, приди ко мне. И выкидывать. И выкидывать, да. Я думаю, что лучше не переводи, потому что смысл... Пойти вернуть? Нет. В коктейль можно добавлять ее, типа вот как джин-тоник или что-то такое. Что-нибудь сильно сладкое. В чай можно даже добавлять. Да, и в чай, потому что, мне кажется, можно. Здесь сахара точно нет. Будет нормально. Да, кстати. Я оставлю для чая. Буду чай, когда лимона не будет, я буду кидать в чай. И прикольно. Короче, мы попробовали наконец-таки эту... Сказала? ...ужасную конфету. Дальше мы попробуем с вами... Называется метровая финская конфета. Но она нифига не метровая. Подожди. Ну а если вот... А, если растянуть? Конечно. Ну смотри, подожди, давай так сначала. Только медленно, не порвни. Сначала метра нету. Метр это где-то вот здесь. Метра нет, она вот здесь. Это полметра вообще. Ну она говорит, сантиметров 80. Я говорю, метра же нету. Ну сантиметров 80 называется, типа... Типа так реклама, да? Давай попробуем потянуть. Ты не думаешь, что пока она доехала в Россию, такие эти конфеты, их и располовинили? Тяни! И они стали дурить, говорить, что 80. На самом деле, ты меня не слышишь? Ты тебе крепко держи. Ты сильная, потихоньку чтоб. Ну что? Ну-ка, метр есть теперь? Давай, давай. Дорастай. Ну все. Нету метра. Нельзя. Похоже, как чупа-чупс, да, мы пробовали? Тоже серединка какая-то. Ну ты такие любишь конфеты? Нет. Как нет? Мне не нравится. Ничего особенного. Ну ты ж любишь тянучки. Типа производят, короче, с Финляндии и везут они прям с Финляндии. Девушка, которая говорит, только у нас такие конфеты, я больше ни у кого не видела. Ну понятно, почему ни у кого не видела, потому что ничего особенного. Даже не хочешь сожевать? Положу обратно в пакет. Дальше вот такой вот, тебе нравится, да? Кот Казанова имеет в запасе плюс 100-500 комплиментов и столько же разбитых сердец. Короче, здесь конфетки с комплиментами. Мы с Кристинкой любим комплименты, поэтому сейчас мы их получим. Это последнее еще? Нет, еще есть. Лучше бы это на десерт. Ах, я порвала, блин, что это? Смотри, тут комикс какой-то. Короче, тут какой-то маленький комикс был. Тут написано еще. Я порвала. На, ставь. Вот в такой штучке внутри конфетки. Все запечатано тут суперпрочное. Ход Дон Жуан. Ход Менеджер. Так, открывай. А-а-а, вот такие. Поняли? Всегда на стиле. Это все? Это весь комплимент? Я думала, блин, открываешь конфеты, там суперконфета. А там внутри разворачиваешь. Ты лучше всех красавчик. Ну, понятно. Все, ну да. Дари раду. Можно я одну съем? Съешь. Мне шоколад, кстати, в таких не очень нравится. Он обычный. Так что я даже пробовать не буду это все. Я ожидала больше. А она, кстати, самая дорогая эта фигня. 250 рублей. Потому что комикс на гранцевой бумаге. А, ну Кристинка знает, за что деньги берут обычно. Держи. Так, короче. Последние две штуки остались. Это моя любимая. Флув. Мой любимый флув. Я взяла ванильный. Я его обожаю. Я думаю, дай возьму. Раз видео буду снимать, еще возьму. Кто не пробовал, девчонки, рекомендую. Пробовала я такое делать из маршмеллоу. Но оно очень быстро застывает. А здесь оно всегда мягенькое. И прям я кайфую. Я ем пальцем его. Именно это мне и нравится. А я буду. Тоже макнешь пальцем. Но когда облизнешь, уже нельзя макать. Зараза. А если я хочу... Ой, блин, я всегда такое мечтала. У меня пальцы чистые. Ой, а я уже... У меня с детства пахнет вот таким. Ну давай, короче, ты залазь туда. Ну мне, я добавлю ложку, возьму большую столовую. Ну давай мне тоже ложку. Не, я буду пальцем. Я хочу пальцем. Но это же мое, я могу сюда пальцем залезть. Давай я жду. Ты никак. Ты попробуешь и все. И потом будешь себе такой. Вот напишите, скажите, жадная Селена по буквам. И если вас никто не перебьет, да, ты поставишь лайк. Да. Давай зачерпывай. Блин. Вот сейчас максимально зачерпывай. А ну ж на яичной основе, это же... Я не знаю, чьи они основаны. Да ешь пока, потом составку. Круто. А я... Я обожаю такие торты. Торты. Афигеть. Я только торты такие как-то вот... Честно сказать, так. Я помню, что когда-то я снимала обзорчик на это все. Я также залезла пальцем. Ну и были хейтеры, которые писали мне, типа, а фу, пальцем там то, сё. Не, ну может это не хейтеры, может это просто конструктивная критика. Но я здесь то же самое делаю. И повторюсь, что в этом что-то есть, понимаете. Мы и так все едим ложками, все нормально. Я люблю выходить за рамки, какие-то нестандарты. И вот такое есть пальцем, но без этого. Это дистерное наслаждение. Попробуйте. Ты что, я не поняла, забрала? Я читаю. Ну вот, да, это в простонародье, в руссконародье безе. Да? Ну как бы, да, это торт, пирожные. Просто что, видишь, оно вот так сделано до бутербродов. Оно, кстати, не застывает. Кремовый зефир с ванильным вкусом. Туда что-то добавляют, чтобы оно не твердело. Ну, загустили какой-то специально. Ой, Селена. Все, закрываем банку. Все. Хватит. А ты что, думала, будешь ложкой? Я думала, я даю всю банку. Ну, конечно. Конечно. Я, знаешь, сколько ее... Вот я вот такую банку беру, я в день по одной ложечке ем. На самом деле вкус безе. Взбить безе. Вот давай ты сделаешь на своем канале маршмеллоу. Вот такое что-нибудь придумаешь. Сделай своими руками, чтобы девчонки не покупали. Эта же херня стоит дорого. А сколько она стоит? Я тогда покупала за 390, а сейчас я не знаю, сколько она. Селена, я состав вот посмотрела. Яичный белок, сироп и ароматизатор и все. Сейчас скажу, сколько. Там три ингредиента. 350 рублей стоит. Сделаешь? А что его делать? Это обычный безе по вкусу. Сделай так, чтобы он был прям такой. Безе никогда не делали? Он прям такой. И не твердеет? Но он уже натуральный. Майонез, да, вы же покупаете, так же стоит он неделями. А майонез, который ты сделаешь домашний, он будет несколько дней стоять. Так же и безе. Его надо, да, быстренько съесть. Ну сделай что-то. Да ты, смотри, на него сделаешь. Сделай нам, блин. Так, ну и последнее, что мы взяли, по-моему, последнее, да. Это вот такие необычные тоже сосадки, смотрите, с глазами. Кристинка выбрала себе вот такой глаз, кошачий. Ей, мне кажется, очень подходит. Держи. Целый глаз в леденце. Здесь, короче, прикол в том, что вот именно леденец такой с глаз. Можно я немножко перебью вот этот освежающий напиток? Действительно, прохлада какая-то во рту остается. Сейчас вот я запиваю сладости. Да? Вкусненький, да. Здесь какое-то время, видимо. Так, смотрите, глаз раз. Он выглядит вот так. Сейчас я его буду есть. Глаз два. Раз вместе давай, два глаза. Выглядят они вот так. А что-то не распечатала. Ну, у меня глаз в мешочке. Пахнет, ничем не пахнет. Да и вкус не особо крутой. Может быть, мало ароматизаторов? Я не знаю. Может быть. Что за вкус? Я не понимаю. Обычно вообще леденцы входит. Вкус натурального... В детстве вот такие вот леденцы были. Опять вкусы с детства. В принципе, все, крошечки. Вот что мы попробовали. Как бы на что-то стоит, может, потратить деньги. Например, вот игрушка вообще замечательная. Унитазик с леденцом. Очень вкусный. Мы доедим, да. А призинками можно кого-то просто удивить. Интересно. Вот. Напитки тоже необычные. Казать хочешь? Прикольно, что это вот, допустим, кола-кофе. Она и бодрит. Там есть кофеин. Как она сказала. Ты смотрела? Кофеин, да. Не более 13 миллиграмм. Вот. Были рады поделиться, затестить всякие вкусняшки. И если вы любите все вкусняшки, то... Огромное спасибо тебе. Что тебе больше всего понравилось? Мне больше всего прям... Я не ожидала... Ну, не ожидала. Вот очень вкусное. Верри лед плюс цитрус. Все-таки, да? Да. Вот я прям его распробовала. Понравилось... Как маршмеллоу. Да. Ну, пусть будет маршмеллоу. Безе. Безе. Вот. И что-то еще. Что еще вкусное? А, ну конфеты на третьем месте. Шоколадные. Да? А у меня, короче, на первом месте это унитазик. Потому что реально вкусная конфетка. И вот это вот... Ну, не шипит оно, но кислое. И оно приятно кислое. Приятно кислое, да. Брезинки мне понравились своим дизайном. В принципе, неплохие прям. Ну, они реально одну минуту пожевал и выплюнул, да? То есть это жвачки ни о чем. А, ну и, конечно же, на первом месте. Но это не конфета, а игрушка для Дэнни. Мне кажется, он будет в восторге. Все, мои хорошие. А сейчас ссылочка под видео. На видео Кристины. Там мы с ней будем пробовать вкусняшки из Галамарт. Тоже необычные вкусняшки, те, которые я, допустим, еще не пробовала. Но эти вкусняшки не такие редкие, как вот эти, например, в специальных магазинах. А те вкусняшки можете взять где угодно. Да, и вполне возможно, что вы тоже еще не пробовали. Поэтому бегом под видео. Проходите, мы там продолжаем пробовать вкусняшки. Ну, а мы с вами прощаемся. Ставьте нам лайки, потому что мы очень старались. Подписывайтесь на наши каналы. Будьте с нами, не пропустите все новое. Спасибо Кристине, что она разделила с нами трапезу. Большое тебе спасибо. И вам спасибо огромное. Мы с вами прощаемся. До следующего видео. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok